Этот великий почин в новом качестве возродился и в других городах. Народ берет в руки лопаты и идет расчищать храмы. Так произошло в Мариинском посаде. С помощью жителей восстановлены Свято-Казанские Троицкие соборы. Само же становление города связано с программой развития малых городов России. Она родила в стенах местного Крывечевского музея, когда с ним знакомились представители фонда Сороса. О своем желании принять на участие марпасадцы заявили сразу же. После чего последовали обучающие семинары и выбор консультантов. Не надо улукавить, мы говорим честно всегда. И вот эта открытость, может быть, она и привлекла в первую очередь наших, так будем говорить, тогда гостей, сегодня партнеров фонда Сороса. Когда мы сказали, да, вот это вот мы не можем, вот это вот хотим бы научиться, вот это мы не знаем, а хотели бы узнать. И вот эта открытость, как бы она и привлекла их. Так вот, мы говорим честно, что действительно в рамках малого города, ну даже те же Чебоксары, будем говорить, он ведь относительно тоже не слишком уже большой, он не мегаполис. Всегда нужны, как бы, вот дополнительные ресурсы, люди, которые имеют профессиональные знания, опыт в разработке тех же самых стратегий, стратегического направления. Потому что в наших городах, как правило, больше живут, ну кто? Прикладники, те, кто непосредственно занимается практикой, а увидеть вперед на много лет, тем более эту программу разрабатываем на 10-15 лет вперед, это, в общем-то, не так просто, это сложно. И поэтому, как бы, вот организаторы этой программы, авторы программы, они правильно, как бы, предусмотрели, что нам, нашим городам надо помогать. И для этого они организовали вот такой, тоже это прецедент, можно сказать, впервые, наверное, в мире был объявлен очень большой конкурс консультантов, консалтинговых фирм. В том конкурсе принял участие, по-моему, где-то 92 фирмы. Представьте себе, интересная такая была встреча в Королеве, когда вот такой огромный союз получился, значит, мало городов и вот этих консультирующих фирм. Это была ярмарка. Мы в малые города ходили и выбирали себе, с кем мы хотели бы работать, среди тех, кто прошел этот отборочный конкурс. Представленный бизнес-план развития города был признан одним из лучших. И Мариинский посад получил грант в 10 тысяч долларов. Поздравить морпосадцев со столь значительной победой приехал президент республики. Он прожелся и говорит, Николай Васильевич, ну, теперь, говорит, надо и жить по-другому. Теперь, говорит, надо и набережную делать, благоустраивать малыми шажками, но двигаться вперед. А спустя 9 месяцев глава республики привез проект набережной, который стал руководством действия для акционерного общества «Монолитстрой». Эта строительная организация уже успела завоевать солидную репутацию, возводя как промышленные объекты, так и жилые дома. Причем весь комплекс работ от проектирования до сдачи под ключ специалисты ведут самостоятельно. Набережная этого старинного города – еще один серьезный объект в усложном списке предприятия. Ведь по красоте она нисколько не уступает так любимому нами Чебоксарскому Арбату. Это теперь главная визитная карточка города. Сейчас морпосадцы вводят сюда детей изучать Геральдику. На ротонде красуется герб города, созданный местным художником. Про возглашенный девиз «Не обижено жить» означает никого не обижать и самому не обижаться, любить весь мир, а рассчитывать на себя. А народ здесь и вправду предприимчивый. Как вам, к примеру, школьный бизнес-инкубатор. Такую форму воспитания предпринимателей со школьной скамьи разработал отдел образования районной администрации и выиграл очередной грант. Только собственное дело для школьников – это вовсе не игра. Все ребята, которые смогли защитить свои проекты, получили средства на их реализацию. Так появились в городе организации любителей компьютерной техники, дизайн-салон, турбюро, молодежное кафе. Это было что-то новое, то, чего дети к этому никогда не соприкасались. Это то, о чем им никогда не говорили. И вот в этом направлении они вообще не работали. Это одно. Второе, вот это был интерес у них. А что это такое, может быть? Они потом поняли, что они могут как-то, уже окончив школу, может быть, получив какие-то навыки, создать свое дело. Это ими тоже двигало. А вот во время проведения праздника исторических городов по Волжье чувствовал, что у ребят какой-то патриотизм даже. Что есть желание что-то сделать. Кочву для этого создали купцы, ремесленники, искавшие своим мастерством известность городу. Это наследие, которым хочется гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова